уважаемые подписчики мои коллеги и родители приветствую вас на канале сегодня поговорим о ранней диагностике моторных нарушений речи а именно дизертрии афазии дисфазии аллалии то есть все что приводит к нарушению артикуляции моторики тонуса и что влияет не только на речь но и на процессы питания пищеварения то что связано с аппетитом ребеночка важно что сейчас это можно посмотреть и ранее то есть ранняя диагностика диагностика до года если сейчас мы говорим о том что каждый четвертый ребенок страдает речевыми нарушениями значит симптомы этих на речевых нарушений будут видны и у маленьких детей так вот сегодня расскажу как увидеть первые признаки нарушения моторики и речи и так наш разговор пойдет о детях раннего возраста это именно начиная с месяца мы уже можем увидеть такие признаки как гипотонус языка это слабый монотонный крик это отсутствие тембра ондуляции в голосе это отсутствие гуления в возрасте трех месяцев это запрокидывание головы назад и гипотония мышц при тракции за ручки когда ребеночек к возрасту четырех месяцев не группируется это полуоткрытый ротик высунутый или вываленный язык неподвижный очень часто родители пугают симптомы недостаточности щитовидной железы гипотириоза а это может быть просто симптом низкого мышечного тонуса когда язык у ребеночка виден и ротик полуоткрыт трудности при вскармливании возникает то есть слабость сосательного рефлекса тогда дети рано отказываются от грудного вскармливания переходят на бутылочку значит но вот это все неврологические знаки значит ребенок плохо держит голову в возрасте месяца а в возрасте трех не опирается на предплечье затем позже переворачивается и мы говорим что такие детки ползают по пластунски им тяжело ползать на четвереньках при посадке значит ребенок садится позже обычно к семи к восьми месяцам начинает сидеть и держит спинку с кифозом то есть немножечко согнувшись кифоз смещается вниз мы видим такую круглую спинку при сидении ребенка а также есть такие симптомы как симптом шарфа то есть когда мы ребенка проверяем мышечный тонус в возрасте трех месяцев да то мы обнимаем вот тогда ребенка и мы видим что он может обнять себя полностью симптом свободных надплечий это когда мы в этом возрасте поднимаем ребенка за надплечи и видим как будто на руках ребеночек провисает у нас то есть не держит спинку дальше это могут быть симптомы низкого мышечного тонуса и при проворотах головы мы видим что ребеночек заваливается не переворачивается а заваливается все это симптомы мышечной гипотонии поэтому если они присутствуют конечно они будут влиять не только на мотор и развитие но и на сроки речевого развития в противовес этим симптом есть симптомы повышенного мышечного тонуса при повышенном мышечном тонусе мы наоборот видел что Ребенок закидывает голову высоко, переразгибает ее в шейном отделе. Значит, у него наоборот, он рано начинает держать голову, рано начинает переворачиваться. Но у него будет громкий пронзительный крик, поза фехтовальщика. То есть, когда тонус высокий, очень долго руки и ноги приведены, согнуты. И при повороте головы тонус резко повышается в одной из конечностей. Гиперкинеза языка. Что это такое? Это ребенок часто высовывает язык. Отмечаются его небольшие подергивания. Язык может быть как будто привязан. Может быть асимметрия в языке. То есть, с одной стороны тонус выше, и он может заворачиваться в одну из сторон. Повышен глоточный рефлекс. Такие детки очень часто срыгивают. Такой симптом, когда срыгивает тремор повышенный у детей. И здесь симптомы наоборот будут. Поджатых над плечей и кукольной головки. То есть, шеи практически нет. И нам тяжело что-то завязать. Они не любят, когда им завязывают шапочку. Когда их переодевают, пеленуют. То есть, это раздражает ребенка из-за мышечного тонуса. И кривошея, кстати, также. То есть, это повышение тонуса на одной из сторон. Он тоже может быть симптомом мышечного гипертонуса. По развитию давайте пройдемся. То есть, рано держат голову, рано переворачиваются. Но им тяжело сгруппироваться и тяжело сесть. Из-за, опять же, тонуса в разгибателях. И такие детки часто сразу начинают ходить. То есть, минуя стадию сидения, они начинают ходить или вставать. То есть, это тоже симптом повышенного тонуса. Походка на носочек. Да, очень важный симптом, который многие родители отмечают. Это походка на носочек. И по речевому развитию. Значит, в месяц ребенок уже начинает издавать звуки и некоторые элементы гуления. К трех месяцам ребенок хорошо уже гулит. Начинает гулить пивучий в ответ на улыбку, в ответ на речь взрослого. То есть, есть импритинг, зрительное сосредоточение и поддержание контакта. К четырем месяцам лепет заключается в цепочке. То есть, напоминающие уже такие интонации, как в предложении мы говорим. И к шести месяцам, получается, появляется активный лепет. И далее к восьми, девяти, десяти месяцам появляются слоги. Ба-ба-ба, мама-ма, папа-па, ля-ля-ля. То есть, ребенок уже тренирует язык. Кстати, у некоторых детей это и раньше формируется. И к году мы уже видим первые три-пять слов, да, которые именно могут быть мама, папа, баба, ля-ля, да. То есть, простые слова, которые говорятся губами. Первые элементы, почему такие у всех детей? Потому что губные звуки даются ребенку, а пока движения языка еще даются сложно. Итак, если мы рассматриваем моторные нарушения речи, то при таких нарушениях всегда будет нарушение голоса, нарушение аппетита, это избирательность аппетита, предпочтение только одного вида пищи. Нарушения моторики мы можем на ранних сроках увидеть и в мышечной дистонии. И такие речевые нарушения будут потом тоже проходить либо с гипотонусом, либо с гипертонусом язычка. Кто смотрит? Значит, ребеночка должен обязательно посмотреть врач-педиатр, а потом врач-невролог. И такие нарушения речи, как нарушение иннервации, очаговая симптоматика – это, значит, задача невролога – выявить их на ранних этапах. Поэтому обязательно, если вы замечаете сами что-то такое, что было описано в лекции, покажите врачу-неврологу. Я вас приглашаю на свою лекцию, которая состоится в Южно-Сахалинске 6 марта. Поэтому, если у кого-то есть возможность и желание из специалистов или из родителей, пожалуйста, приходите. Кто хочет знать координаты, где будет проводиться лекция, можно написать в чате. Я всем вышлю адрес и приглашение. Всего доброго! Спасибо за внимание! Продолжение следует...